Музеем и выставочным центром Югры рекомендовано приостановить экскурсии и другую очную работу с посетителями. Но запрос от жителей на активную культурную жизнь не сократился. Выходом из сложившейся ситуации стали онлайн-экскурсии и даже онлайн-мастер-классы. В Мегионе, например, проводят трансляции из экоцентра. Умелицы в прямом эфире учат, как создать домашнюю утварь, которая считается частью культуры коренных народов Севера. Ольга Даукшес наблюдала за тем, как это происходит. И украшала она свою одежду очень разнообразно. Например, вот женская одежда. Расшитая женская и не менее нарядная детская одежда народа ханты призвана отпугивать злых духов. Ведь именно к маленьким они приходят чаще всего. Интересными этнографическими фактами из жизни и быта коренных народов Югры со своими онлайн-зрителями делится лектор Мегионского экоцентра Анастасия Тарасова. Трансляции небольшие по времени, чтобы не утомлять рассказом тех, кто по другую сторону экрана. А востребованность высокая. Судя по первым записям, которые опубликовали сотрудники на странице экоцентра в популярных соцсетях, более тысячи просмотров набирает каждая онлайн-экскурсия. Это востребовано в современном мире, что мы нашли своего посетителя, который, наверное, не приходил сюда или приходила теперь более уже с другого ракурса, может посмотреть на то, что происходит здесь внутри. У нас начнет свою рубрику, это Уголова Татьяна Семеновна, носитель, мастер народных художественных промыслов Югры. Поэтому мы пробуем разных вариантов, знакомим с наследием, сформируем его в современные общества. Не просто понаблюдать, но сделать, к примеру, берестяной туесок своими руками. В быту, объясняет мастерица Татьяна Уголова, ханты использовали такие короба, как полезную утварь для хранения ягод, сбора грибов, а моются такие контейнеры не сложнее, чем обычная посуда. Черем, уху и прутья, чтобы оплетать вот так вот. Если показать, конечно, сделает. Просто надо подготовить корень кедра, все это материал, корень кедра, потом черем, уху и прутья. Можно и тальник. Целый сериал снимут музейные работники, чтобы транслировать в социальных сетях. Таким образом, народные промыслы и современные технологии успешно дополняют друг друга. Самое время попробовать овладеть теми ремеслами, что является наследием коренных малочисленных народов Севера. И снова здравствуйте. Мы с вами находимся в нашей постоянной экспозиции «Мир русской избы». Меня зовут Ольга Алексеевна, и я лектор МАО «Экоцентр». Уже на очереди новые видео из экспозиции «Русская изба» и мастер-класс по кузнечному делу. Ольга Дакшис, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Мегион.